Законы, исполнение и соблюдение которых осуществляют подчиняющиеся тем же законам люди, становятся рычагами и шестеренками, из которых собирается государственная машина. Именно эту машину вместо отдельной личности, например, короля или группировки, например, церкви, английские виги предложили конкурирующим властным группировкам в качестве компромиссной фигуры во главе английского государства. По началу 1679-1681 предложение было в грубой форме отвергнуто. Английские тори сделали ставку на королевскую группировку, поддержав абсолютизм Карла II. Однако уже через несколько лет тори убедились в неувалимости законов власти. Новый король взял курс на полную смену правящей элиты. В этих условиях предложение вигов отказалось предпочтительным и в 1689 году был принят Билль о правах, поставивший закон, а значит и принявший его парламент выше английского короля. Читатель. Вы хотите сказать, что английский король управляет, но не правит? Теоретик. Если понимать под английским королем место в системе английского государства, то именно так. Король лишен законодательной инициативы и имеет возможности расширять предоставленные ему права и принимать решения о выборе наследника. По закону король всего лишь глава исполнительной власти, которая, как мы уже знаем, и властью то и является. Но если говорить о конкретном короле или королеве, следует на этот вопрос ответить намного сложнее. С момента, когда публичное правление в государстве передано государственной машине, борьба властных группировок уходит с площадей в тяжелую кабинетов и становится труднее понять, кто же на самом деле обладает реальной, то есть законодательной властью. Почему бы английскому королю или королеве не возглавить одну из таких группировок и не победить другие группировки в закулисной борьбе? Может, мы не можем точно ответить на вопрос, кто на самом деле правит в Великобритании? Мы не имеем права говорить, что английский король управляет, но не правит. Как видите, изобретение государственной машины не только помогло властным группировкам избежать кровопролитных войн, но и окончательно разделило власти государства. Глава государства, подчиняющийся законам, да еще не имеющий возможности их изменять, является всего лишь вассалом какого-то другого сюзерена. Государство, долгое время являющееся высшей властью на своей территории, превращается в маску, скрывающую настоящих властителей. Государственная машина продолжает ехать вперед, но изучение ее шестеренок больше не позволяет ответить на вопрос, кто же сидит за рулем. Пришло время отложить в сторону исследования государств и перейти к следующей маске власти, правящей элите. Голова четвертая. Элита. От правящего класса до мирового правительства. Тайна власти состоит в том, чтобы знать другие еще трусливее, чем вы, Людвиг Берне. Теоретик. Кто же реально правит с помощью государства, представляющего собой лишь машину в руках господствующего класса? Как обычно и бывает, точная формулировка вопроса сразу же подсказывает ответ. Конечно же, правит господствующий класс, включающий в себя несколько властных группировок, собирающие государственную машину для обеспечения своих корыстных интересов. Казалось бы, с появлением в Европе конституционных анархий теоретики должны были перейти от изучения государств, которые становятся теперь всего лишь машинами, к изучению тех, кто ими управляет. Но мы снова сталкиваемся с удивительным фактом. Между изобретением государственной машины 1690-й и новым открытием в теории власти 1884-й проходит почти 200 лет. Почему? Что мешало мыслительным и теоретикам разглядеть очевидное? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к проверенному средству – истории. Мы уже видели на несколько ярких примерах, что даже самые простые особенности власти открываются перед учеными лишь в редкие исторические моменты, когда стечение обстоятельств выносит их на поверхность повседневной жизни. Разглядеть в потоке событий новый закон власти можно лишь тогда, когда именно этот закон начинает определять ход истории. Описать новое изобретение в технологиях власти тем более возможно лишь после того, как оно будет сделано и использовано представителями одной или нескольких группировок. Что же видели перед собой ученые и мыслители на протяжении двух веков – 18-19-й европейской истории? Парламентские дебаты, войны, революции, научно-технический прогресс – все, что угодно, кроме подковерной борьбы внутри правящего класса. С изобретением государственной машины властные группировки перестали нуждаться во внешних проявлениях власти – коронации, армии, сборщики налогов, а их сватка переместилась с площадей в плотно закрытые кабинеты. Откуда мыслителям 18-19 века мог что-то узнать о состоящей на государственной машине реальной власти? Только от ее представителей, сюзеренов и высших вассалов соответствующих группировок. Но зачем им было делиться такими сведениями? Изобретенная в 17-м веке государственная машина работала все лучше и лучше, совершенствуясь по мере взросления. Потребности в новых изобретениях не возникало, а раскрывать информацию просто так – от широты души – совсем не в традициях власти. Поэтому правильнее задаться другим вопросом. Как получилось, что если нескрываемая, то, по крайней мере, не слишком афишируемая тайна господствующего класса начала обсуждаться на страницах научных книг? Почему именно в конце 19 века, одновременно и не сговариваясь, сразу два выдающих мыслителя вдруг разглядели у себя под носом правящий класс? Наконец, почему бы эти мыслители оказались итальянцами? Первое. Правящий класс. Гаэтана Моско. Теория правления и парламентское правление. 1884. Элементы политической науки. 1896. Читатель. Я достаточно давно вас читаю, чтобы угадать ответ. В тогдашней Италии сложилась какая-то необычная политическая ситуация. Верно? Теоретик. Верно. Но раз уж вы начали угадывать, попробуйте сделать следующий шаг. А что это была за ситуация? Читатель. Ну, я не историк. Кажется, там была революция, Игорь Бальди объединил Италию. Но это было в середине века, а потом вроде бы ничего не происходило. Так что я теряюсь в догадках, как вы на этот раз выкрутитесь. Если бы в тогдашней Италии что-то случилось, я бы об этом знал. Теоретик. Но вроде бы вы не первый час читаете нашу книгу, а все еще рассуждаете, как обычный человек. Сделайте над собой усилия, переключитесь в режим человека власти. Что вы можете знать о том, чего сами никогда не изучали, и о чем вам рассказывали другие люди, представляющие свои собственные, а не ваши интересы. Читатель. То, что им выгодно, чтобы я знал. Ну, черт возьми, что это? Вообще ко всем моим знаниям относится? К том числе и про Италию 19 века, про которую я толком ничего не знаю? Практик. А между тем, вы почти наверняка кое-что знаете, только забыли. Ты вырвешь у дракона зубы и растопчешь львов, сказал Господь. Помните эту фразу? Это эпиграф книги Объединения Италии, которую написал Аббат Фария, один из главных персонажей, глава графа Монте-Кристо. Так что все советские школьники про важность Объединения Италии знали. А уж кто читал Овода Войнич, который, правда, читается не так легко, этого не Дюма, тот и вовсе играл в итальянских революционеров и командовал собственным расстрелом. А вот почему школьники на эту тему дальше не развили, это уже отдельный вопрос. Теоретик. Конечно же, выгодность власти относится не только к вашим знаниям об Италии, но и вообще ко всем знаниям. Если власти выгодно, что все ее поданные знали определенный эпизод в истории, вы вместе со всеми будете его знать. Вопрос для самопроверки. Почему в России все знают про Гарибальди, но далеко не все про Мадзини и про Кавура. Если же прямой выгоды для власти от ваших знаний о чем-нибудь нет, не говоря уже о прямых убытках, то вы, скорее всего, этих знаний не получите. А если вы ничего не слышали про Италию второй половины XIX века, то это говорит лишь о том, что там не происходило ничего выгодного для власти. Так что давайте восполним пробел в наших знаниях и посмотрим, какие исторические обстоятельства сорвали маску государства с лица итальянского правящего класса. Несмотря на то, что страстный призыв Макеавелли объединить Италию прозвучал еще в начале XVI века и 300 лет спустя территориальное наследие Царимской империи оставалось столь же раздробленной и зависимой от соседних государств. По итогам Венского конгресса 1815 года, поделившего остатки империи Наполеона между странами-победителями, Италия была разделена на 8 государств. Ломбардия и Венеция вошли в состав Австрийской империи в качестве Ломбардско-Венецианской области. Герцог Тосканы, Фердинанд III, Габсбург, родной брат императора Австрии Франца II, заключил с Австрией военный союз, подчинив свою Австрию Австрийской. Небольшие княжества Парма, Лука и Мадена, формально независимые, оказались с двух сторон окружены австрийскими войсками и попали под полный контроль Австрийской империи. Относительно независимыми могли считаться оставшиеся три государства. Управляемая Римско-католической церковью Папская область, Сардинское королевство, включающие все Анису, Савою, Пьемонт и, собственно, остров Сардинию, где королем был Виктор Эммануил I из Савойской династии, и королевство обеих Сицилий, где правил Фердинанд I из династии Бурбонов. От северного до южного края полуострова одна и та же политика, разнообразная в своих формах внешних, но в сущности одна и та же по направлению, была предложена державами, навязана Австрией и принята итальянскими государями. Эта политика стремилась превратить Италию в географический термин, а каждая из итальянских государств в дореволюционную монархию. Восемь государств, две крупнейшие европейские династии, Габсбурги и Бурбоны, римско-католическая церковь, влияние которой в XIX веке было намного сильнее нынешнего. Казалось совершенно невероятным, что из этой разделенной между сильнейшими хищниками территориями может возникнуть единая Италия. Но в делах власти нет ничего невозможного. А есть лишь кровопролитная работа по созданию и укреплению властных группировок. Именно такая работа и началась сразу же после Венского конгресса. На юге Италии еще с наполеоновских времен действовало тайное общество Карбонария, организованное по схеме масонства. В новых условиях оно сменило цель с освобождения от французской оккупации на установление конституционной монархии и привлекло в свои ряды новых и весьма обеспеченных участников, недовольных абсалютистскими режимами. Карбонарии многократно пытались захватить власть вооруженным путем в Неаполе в 1820-м, в Пьемонде в 1821-м, в Парме, в Адеме и Папской области в 1831-м, но неизменно терпели поражение, поскольку на помощь действующим монархиям приходили австрийские войска. Способность Карбонариев в любой подходящий момент устроить очередную революцию была очевидной, и они стали главной оппозиционной силой Италии. В Пьемонте Карл Альберт в 1831-м наследовал Карлу Феликсу. Он сам определил свое положение, сказав герцогу Амальскому «Я стою между кинжалами карбонария и иезуитской чашкой шоколада». Лавис, 1938, тонн 3, страница 516-я. Продолжение следует... Продолжение следует...